Многие одинокие женщины планируют свой отдых в других странах, где-то подсознательно мечтают встретить того самого, единственного, предназначенного ей судьбой и небесами. Иногда эти мечты все же сбываются. Чтобы помочь женщинам сориентироваться в сложной географии, и облегчить жизнь, рассмотрим топ-10 стран с самыми заводными женихами. Первое место в этом рейтинге, без сомнения, принадлежит именно шведам. Высокие, светловолосые, голубоглазые красавцы, для которых на важном месте стоят семейные ценности. Шведы сдержаны, однако они охотно пообщаются на любую тему, которую предложит собеседница, и всегда смогут поддержать беседу в компании. Шведские мужчины очень аккуратные и пристально следят за модой. Среди шведов не редкость, когда мужчина сам готовит. А это еще один дополнительный ключик к сердцу женщины. США американцы проявляют себя как очень заботливые мужчины. Они всегда смогут найти кусочек романтики, даже посреди мегаполиса. Несмотря на представление о том, что в США живут очень раскованные люди, американские мужчины очень традиционны. Семейные праздники, уикенды с семьей на природе это для среднестатистического американца святое. Они активно занимаются вместе с женой воспитанием детей. Часто в декретном отпуске можно увидеть мужчину, в то время как жена активно занимается карьерой. Восемь стран с самыми некрасивыми женщинами Голландские мужчины привлекают женщин своей открытостью и легким характером. С таким человеком можно поговорить обо всем на свете не об этом мечтает каждая из них. В какие страны чаще всего едут русские девушки за женихами португальские мужчины не представляют свою жизнь без семьи. Они очень любят детей и готовы отдавать им все свое свободное время. Топ-7 городов с самыми популярными достопримечательностями мечты женщины о горячем мачо можно воплотить именно в Аргентине. Смелые и отважные, страстные и эмоциональные, аргентинские мужчины однако очень верны своим вторым половинкам. Любят вкусно поесть и иногда могут побаловать свою любимую чем-то вкусненьким. Однако в целом они имеют достаточно традиционное видение семьи и роли в ней женщины. Австралийские мужчины малоэмоциональны, однако они способны на поступки, которых всегда ждет женщина неожиданный букет цветов, незапланированная бутылка дорогого вина, романтический вечер на пляже. Австралийцы очень рациональные в быту, и женщина всегда может положиться на них в любых вопросах. В начале отношений эти мужчины способны на подвиги ради той, что приворожило их сердце. Со временем страсти немного стихают, однако всю свою жизнь до глубокой старости женщина будет чувствовать себя любимой и желанной с испанским мужчиной. Немцы лучше всего подойдут для очень рациональных женщин. Для тех, которые не требуют чрезмерного проявления эмоций и бесконечных доказательств любви. Мужчины-немцы не способны на романтические отношения, однако свою любовь они проявляют в заботе обустроить жилье, подвести любимую к работе, спланировать с ней совместные покупки. Во всех вопросах быта немцы очень надежные мужчины и женщина будет здесь чувствовать себя как за каменной стеной. Плюс еще и в том, что немцы не очень разборчивы, и на внешность любимой обращают мало внимания. Итальянские мужчины упорно добиваются расположения женщины, которая им нравится. Если в предыдущие века в ход шли серенады, то сейчас большинство из них демонстрирует так называемую «практическую романтику» приготовить ужин для любимой. Однако итальянцы довольно специфическая нация с одной стороны открытые разговорчивы, а с другой часто перегибают палку с критикой. От них часто можно услышать «ты толстая, это платье тебя полнит, эта помада тебе не подходит». Надо помнить, что такая прямота это лишь проявление ментальности, а не попытка обидеть. И чем больше будет таких комплиментов от мужчины тем глубже в его сердце проникла эта женщина. Еще одно характерное проявление любви итальянцев их забота, которая порой доходит до фанатизма. Итальянец будет орать через целый пляж, чтобы его любимая не забыла одеть панамку, будет интересоваться всеми ее делами, ее одеждой и макияжем, походами к косметологу. Израиль – страна мультикультурная. Здесь живут и выходцы из постсоветского пространства, для которых отношение к семье и к женщине вроде нашего. А также израильтяне-ортодоксы, которые хотят видеть своей женой исключительно девушку из своей среды, и арабы, которых здесь тоже значительная часть. Израильские мужчины, имеющие красивую внешность, никогда этим не пользуются, чтобы привлечь женщину. В этой стране красота для мужчины не главное. Ухаживают за женщиной они очень красиво, однако это еще не гарантия, что эти отношения закончатся обязательно женитьбой. К браку они подходят очень ответственно и взвешенно, оценивая свою партнершу со всех сторон. Женятся израильские мужчины после 30 лет к этому времени заканчивают обучение, армию, строят карьеру и зарабатывают на собственное жилье, которое здесь очень дорогое, а жить с родителями женатым людям не принято. Выходя замуж за такого мужчину, следует помнить, что женщина выходит замуж за всю его родню родители, многочисленные тети и дяди, племянники и другие родственники, с которыми придется встречаться еженедельно во время шаббата и религиозных праздников. Это непременный элемент культуры.